Как приготовить укропную воду? При каких ситуациях поможет укропная вода? Кому противопоказано употребление укропной воды? Смотрите видео до конца и знакомьтесь с полезным напитком. Прежде чем начнем рассказывать про укропную воду, хотим поблагодарить всех наших посетителей, как постоянно посещающих наш канал, так и тех, кто заглянул впервые. Если вы только знакомитесь с нами, нажмите на красную кнопочку и будете получать новые ролики одним из первых. Спасибо за ваше участие в жизни канала и положительные отзывы и комментарии о нашей работе. Постараемся сделать последующие сюжеты еще более полезными и интересными. Укропная вода знакома многим, ее назначают маленьким деткам для снятия колик и дискомфорта в кишечнике. Но этот напиток помогает во многом и взрослым. Он поможет устранить проявление кишечной дисфункции, повысит иммунитет, улучшит гемодинамику. Как приготовить укропную воду? Укропную воду можно купить в аптеке, а можно приготовить самому. Для этого понадобятся семена укропа или фенхеля. Можно использовать свежие растения. Фенхель и укроп являются растениями из рода зонтичных. Фенхель называют еще укропом аптечным, а укроп – укропом огородным. Плоды растений содержат много эфирных масел, витаминов и других полезных веществ. Именно поэтому их широко применяют не только в кулинарии, но и для медицинских целей. Чтобы приготовить укропную воду, следует взять 2 чайные ложки сухих семян и залить 200 мл кипятка. Оставить в термосе для заваривания в течение 2 часов. Затем процедить и можно использовать. При каких ситуациях поможет укропная вода? Основное воздействие укропной воды распространяется на желудочно-кишечный тракт. Она снимет спазмы кишечника, успокоит слизистую, окажет противорвотное и болеутоляющее действие. Укропная вода помогает нормализовать стул. Она обладает послабляющим действием при запорах. Учитывая антибактериальные свойства, уменьшит концентрацию возбудителя при инфекционных диареях. Следовательно, будет способствовать тому, чтобы реже ходить в туалет. Она обладает возможностью снять проявления острого цистита и уретрита. Противовоспалительное и противомикробное действие уменьшит раздражающее действие токсинов и выведет продукты жизнедеятельности бактерий. Использование укропной воды при урологических проблемах должно совмещаться с применением урологических травяных сборов и препаратов. Укропная вода промывает почки, стимулирует тонус сосудов, что способствует нормализации артериального давления. Полезно кормящим мамочкам, потому что является профилактическим средством от лактостаза и приводит к повышенному образованию молока. Еще поможет при желании уменьшить количество жировых отложений и сократить массу тела. Она способствует повышению обмена веществ и выводит застоявшуюся жидкость. При простудных заболеваниях окажет успокаивающее действие при инфекционных поражениях дыхательных путей и выведет густую мокроту из бронхов. Таким образом, все полезные качества укропной воды можно охарактеризовать следующим образом. Противовоспалительные и антибактериальные, обезболивающие и спазмолитические, дезинтоксикационные, мочегонные, гипотензивные. И применять можно при следующих состояниях, кишечных расстройствах, урологических проблемах, гипертонии, лактостазе, респираторных заболеваниях, интоксикации. Полезные свойства напитка помогут при использовании его в возрастных дозировках в течение 5-7 дней. Кому противопоказано употребление укропной воды? Не стоит ждать положительного действия, если есть аллергическая реакция на травы или индивидуальная непереносимость. Противопоказано при стойкой гипотонии. Во всех остальных случаях поможет избавиться от множества проблем и окажет стимулирующее воздействие на организм.